МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это время новостей на МТВ в студии Илья Власенко. И смотрите в этом выпуске. Волгоградская область получит субсидии на развитие электротранспорта. В Волгограде стартовал масштабный дорожный ремонт. Царицынскому трамваю 110 лет. Самый-самый классный и как зажгли в Кировском районе хорошие девчата. В Волгограде стартовал масштабный дорожный ремонт. Восстановительные работы ведутся в нескольких районах областной столицы. В этом году полностью приведут в порядок улицу Рабочекрестьянскую в Ворошиловском районе. Подрядчик уже приступил к укладке первого слоя нового асфальта. На одной из ключевых транспортных артерий гордый герой отремонтирует почти 3 километра дороги. Какие работы будут на объекте, когда волгоградцы увидят окончательный результат, расскажет Дарья Коломыченко. Улица Рабочекрестьянская – одна из самых значимых дорог Первой Продольной, по которой ежедневно проезжают тысячи машин, в том числе общественный транспорт. Уже две недели на объекте работает дорожная техника. Учитывая интенсивный трафик движения, работы ведут преимущественно в ночное время. Ремонта улицы волгоградцы очень ждали. Безумно рад, что наконец-то в этом районе отремонтируют дорогу. Буду с большим удовольствием приезжать здесь. Очень рада, что наконец-таки делают дорогу. Теперь дорога к моим родителям будет легкой. Наконец-то. Поэтому здорово, спасибо большое. В 2023-м улицу Рабочекрестьянскую отремонтируют полностью от Базисной – это граница Советского и Ворошиловского районов – до улицы Калинина перед Астраханским мостом. Это почти три километра. Рабочие уже отфрезеровали старое изношенное покрытие и приступили к укладке первого выравнивающего слоя асфальтобетона. Покрытие укладывают по хорошо зарекомендовавшей себя технологии. Специалисты восстановят также колодцы инженерных коммуникаций и разрушенный бортовой камень. Оборудуют еще несколько парковочных карманов. Благодаря тому, что в прошлом году в ноябре мы заключили контракты и благоприятные погодные условия позволили подрядчикам уже в середине марта приступить к работам. Подрядчики, да, работали у нас в прошлых годах, поэтому нареканий к ним особых нет. Если что-то, какие-то дефекты будут выходить, то в рамках гарантийных обязательств они за свой счет все это и устраняют. Параллельно с ремонтом полотна подрядчик восстанавливает и тротуары по обеим сторонам дороги на протяжении улицы Рабочей Крестьянской. На некоторых пешеходных участках покрытие не ремонтировалось десятилетиями и полностью разрушилось. Когда дождь, все затапливает, очень тяжело ходить, а это будет вообще прекрасно, и на той стороне. Теперь нам дорожку делают хорошую, красивую дорожка будет у нас. Грязи не будет, будем по сухой дорожке ходить и радоваться. Тротуары отстраивают буквально заново с уплотнением щебеночного слоя, установкой нового бордюрного камня и укладкой асфальта. По графику работы должны завершить до конца дорожного сезона. Реконструкцию объекта ведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Дорожные работы в середине марта стартовали также на проспекте имени Жукова и улице Рокоссовского. Планируется начать работу на проспекте Ленина от улицы Комсомольской до улицы Краснознаменской. Планируется выполнить ремонт порядка более 200 тысяч квадратных метров покрытия и более 42 тысяч квадратных метров тротуаров будет заменено. Контракты двухлетние, поэтому работа будет выполняться в 2023-2024 годах. В рамках комплексного восстановления автодорог будут выполнены и мероприятия по безопасности дорожного движения. На улице Рокоссовского на пересечении с Двинской и Ткачево ликвидируют места частых случаев ДТП. В рамках двухлетних муниципальных контрактов во всех районах Волгограда обновят 50 дорог. Отремонтируют полотно на улицах Гороховцев, Колумба, Академика Королева, Вильботна и многих других. Реконструкция улично-дорожной сети и строительство новых дорог – одно из приоритетных направлений в работе региональных и городских властей с 2014 года. За это время только в Волгограде обновили и построили с нуля более 500 дорожных объектов. В 2023 году в регионе различными видами работ охватят 600 километров автодорог. Такую задачу во время рабочей поездки на обход Волгограда поставил губернатор Андрей Бочаров. Дарья Коломыченко, Лаила Джумалиева, Виктор Хиврин. Время новостей. Волгоградская область получит субсидии на развитие электротранспорта и инфраструктуры. 86,5 миллиардов рублей разделят между 10 субъектами страны. Распоряжение подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Работу ведут в рамках федерального проекта развития общественного транспорта национального проекта «Безопасные качественные дороги». Средства на условиях софинансирования направят в регионы, где требуется обновление значительной части транспортной инфраструктуры. С 2023 по 2025 годы субсидии получит и Волгоградская область. На развитие инфраструктуры будет направлено порядка 12 миллиардов рублей. В городе Герой развитие экологически чистого электротранспорта – приоритетное направление. Продлить линию скоростного трамвая планируется от разворотного кольца ВКТЗ до улицы Михайлова вдоль улицы Тракторостроителей, а завершить реконструкцию наземной части линии скоростного трамвая от улицы Землянского до площади Титова. Подрядчик приобретет 12 трехсекционных и 50 односекционных трамваев. Все это позволит обновить подвижной состав и инфраструктуру линии скоростного трамвая практически полностью. Проект планируют реализовать в три этапа. В том числе реконструкция трамвайных путей, депо, тяговых подстанций и питающих линий. Строительство новой линии скоростного трамвая в северной части города, приобретение новых трехсекционных трамваев и модернизация односекционных трамваев. Предложено также рассмотреть возможность развития маршрутной сети трамвая с учетом продления до платформ «Новая Спартановка» и «Акварель», продление линии скоростного трамвая, далее станции «Ельшанка», снизить дублирование маршрутной сети трамвая другими видами пассажирского транспорта. 110 лет назад в Царицыне появился трамвай. Наш город стал единственным в Российской империи уездным городом со своим электротранспортом. Тогда далеко не в каждом губернском городе был этот вид транспорта. В салон не пускали женщин с огромными булавками и в шляпах, а вводить электрический транспорт разрешали только мужчинам. Что помогло в создании этого чуда, на рельсах узнала Анна Полякова. Удобно по логистике, быстро и комфортно. Поездка на трамвае – привычный способ передвижения для десятков тысяч волгоградцев. Однако так было не всегда. Этот вид общественного транспорта появился в Царицыне 9 апреля 1913 года. Проектом занимался талантливый инженер Владимир Ацик. На сооружение трамвайных линий, специальной электростанции и трамвайных путей ушло более года. Линия протяженностью около 10 километров прошла от вокзала Тихорецкий, ныне Волгоград-2, через Астраханский мост до Новороссийская, теперь это седьмая гвардейская. Маршрут включал 22 остановки. Он был не такой комфортабельный. Водитель вынужден был все время стоять, потому что руль был вертикальный. И в первых моделях трамвай не разворачивался, не было трамвайного кольца, скажем так. Он ездил вперед-назад и водитель мог переходить. Правила безопасности практически не отличались от современных. В салонах нельзя было курить, высовываться из окон, входить и выходить из транспортного средства до полной его остановки. Посадка осуществляется с задней площадки, а выход с передней. А семечки лузгать недопустимо. Не допускаются в трамвай люди в грязной одежде, с домашними животными, в непреслом веке и без денежной. Потребность передвижений на общественном транспорте росла вместе с активным торгово-экономическим развитием Царицыно. Изначально по улицам курсировали 9 трамваев, однако уже через несколько месяцев эксплуатации количество вагонов увеличилось до 20. Первые трамваи по уровню комфорта были далеки от современных. Сидения в них были деревянные, двери практически всегда открыты. Зимой пассажиры в салоне мерзли. Но альтернативы для многих просто не было. Извозчики брали за проезд в три раза больше, чем стоил трамвайный билет. Проезд стоил 5 копеек. Только вот как раз, когда начинается Первая мировая война в 2014 году, на одну копейку повышается проезд. Эта копейка идет в фонд помощи военнообязанным, их, скажем так, женам, детям и так далее. Возможность запуска и реализации масштабного трамвайного проекта и электрификации города появилась благодаря выпуску облигаций четвертого займа на сумму полтора миллиона рублей. Я думаю, что такой рискованный для уездного города, это был шаг очень необычный. Ведь займ, нужно было получить разрешение на выпуск этого займа, это первое. А разрешение выдавалось на самом высоком уровне императором Николаем Вторым. Спустя 110 лет цивилизации и технический прогресс шагнули далеко вперед. Волгоград – обладатель единственного в России метротрама – подземного скоростного трамвая. Впервые жители города Героя смогли прокатиться на новом виде транспорта в ноябре 1984-го. Уникальный волгоградский метротрам занимает четвертую строчку в списке 12 самых интересных трамвайных маршрутов мира. Анна Полякова, Виктор Хиврин. Время новостей. Смогли бы волгоградские школьники спасти «Титаник», который затонул в 1912 году. Смогли. Для этого им вполне бы могли пригодиться современные навыки архитекторов живых систем и проектировщиков умного дома. Об этом своим ученикам рассказал молодой педагог Алексей Егоркин, победитель городского конкурса «Профмастерства» классных руководителей «Самый классный классный». Что привело педагога к победе и каких принципов придерживается в классном руководстве? С учителем пообщалась Дарья Коломыченко. Тема классного часа «Профессии будущего» за партами десятиклассники и подопечные 27-летнего учителя географии и биологии Алексея Егоркина. Сейчас ребята стоят перед ответственным выбором, чему посвятить свою жизнь. Поэтому тема профориентации актуальна. В рамках урока педагог знакомит школьников с такими новыми специальностями, как архитекторы живых систем и виртуальной реальности и проектировщики умного дома. И сразу просит подумать. Из столов будет высказываться о том, какие навыки и компетенции характерны для данной профессии. Что должны иметь делать вы? Что касается проектировщика умный дом, он должен знать, как настроить станцию, соответственно, под пользователя, плодивого удобства и так далее. Обязательно знание информатики. В продолжении урока ребята переносятся в параллельную вселенную, туда, где современные знания могли бы повлиять на исход событий. В качестве примера Алексей приводит знаменитое крушение Титаника. А что было бы, если бы в каютах оказались все те же архитекторы живых систем и виртуальной реальности и проектировщики умного дома? Ваша задача сейчас ответить на такой вопрос. Что в рамках своей профессии и специальности вы могли бы сделать, чтобы спасти Титаника? Креативный подход к проведению занятий, умение привлечь внимание старшеклассников – основные принципы в работе молодого учителя. В этом году Алексей стал участником конкурса профессионального мастерства классных руководителей «Самый классный классный» и победил. На конкурсе пришлось работать с чужими классами, но это не напугало. Мы идем туда с материалом для детей. А дети, они сегодня очень мобильные, современные. То есть у них жизнь такая, как лента новостей ВКонтакте. Должна быть яркой, интересной и запоминающейся. Поэтому, как раз таки, подборка таких вот средств, методов, материалов, она должна была на них повлиять. За победу в конкурсе боролись 30 педагогов. Финалистам предстояло продемонстрировать фрагмент классного часа, провести разговор с детьми на выбранную ими тему и публично выступить перед жюри. Всегда это очень волнительно показывает свой опыт, но когда его, скажем так, высоко оценивают, это очень большой стимул для дальнейшей работы. Мы завоевываем благодарность детей, а уже показываем ее на таких соревнованиях. К одному из самых интересных событий педагогического сообщества Волгограда Алексею помогали готовиться коллеги и администрация школы номер 128 Дзержинского района. Пять лет назад именно это учреждение стало первым местом работы и тогда еще начинающего свой профессиональный путь выпускника Волгоградского педагогического университета. Сегодня же Алексей часть большой и сплоченной команды. Педагоги школы – постоянные участники всех образовательных конкурсов профмастерства. Теперь в их числе и Алексей в школе им гордятся и в шутку говорят, что в кандидате не ошиблись. В нем совмещено все. С одной стороны, молодой, энергичный, артистичный, такой умеющий импровизировать, с чувством юмора, что очень важно сейчас для современных молодых людей, я имею в виду учащихся. С другой стороны, тоже грамотный педагог. Это заставляет развиваться педагога, стать лучше, какая-то здоровая конкуренция появляется. Наш директор, который всегда нас поддерживает, все наши начинания. Покорять вершины педагогического мастерства Алексей пообещал и дальше, но главным для него все же останутся дети. Его цель – не только научить и дать качественные знания, но и воспитать в них нравственно-патриотические качества, быть примером. Но с этим он, кажется, отлично справляется. Своего классного папу и его уроки школьники обожают. Он преподносит их по-другому совершенно, то есть с всякими современными штучками. В неурочное время мы отправляемся с классом куда-то в какие-то поездки, в кино, в театры мы посещаем. Можно сказать, что он самый лучший класс руководитель, который я встречала. Он всегда нас поддерживает, помогает нам. Я их обожаю. У меня лучший класс, я считаю. Я думаю, каждый так скажет, но для меня это самые лучшие дети. И на выпускном, скорее всего, буду проливать скупу и слезу, прощаясь с ними. Конкурс профессионального мастерства классных руководителей проводится в Волгограде раз в два года в рамках нацпроекта образования. В Волгоградском регионе выстроена система непрерывного педагогического образования, активно развивается система наставничества, проводится форумом молодых учителей, функционирует Центр непрерывного повышения профмастерства. Напомним, 2023 год объявлен президентом Владимиром Путиным, годом педагога и наставника. Дарья Коломыченко, Виктор Хиврин. Время новостей. Драка приятелей в Волжском сверток с веществом серо-зеленого цвета на посту ДПС и крал не только мелочь из карманов. Подробнее об этих и других происшествиях за минувшие сутки расскажет сотрудник пресс-службы регионального главка МВД Яна Маркина. Накануне в больницу Волжского с травмой головы, множественными ушибами и переломами был доставлен 36-летний волжанин. О травме явно криминального характера медики сообщили в полицию. Сотрудниками полиции был задержан 35-летний мужчина. В ходе распития спиртных напитков между мужчинами возник словесный конфликт, в результате которого задержанный стал наносить руками многочисленные удары по голове своему знакомому. На стационарном посту ДПС Чепурниковский для плановой проверки дорожными полицейскими было остановлено такси «Фольксваген». Находящийся в салоне автомобиля пассажир заметно нервничал, и тогда полицейские приняли решение провести его личный досмотр. В личных вещах у 33-летнего пассажира были обнаружены и изъяты сверток с веществом серо-зеленого цвета, а также приспособления для курения. Согласно проведенному экспертами-криминалистами исследованию, изъятым веществом является табачная смесь, пропитанная синтетическим наркотиком. В Краснооктябрьском районе оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже из ателье. 43-летний неработающий ранее судимый волгоградец зашел в помещение ателье и, увидев, что внутри никого нет, похитил два ноутбука, перфоратор и парогенератор. Похищенное он сдал в скупку, а деньги потратил на алкоголь. Возбуждено уголовное дело. В Волжском пенсионер попался на уловку мошенников и лишился 2,5 миллионов рублей. Мужчина перевел сбережения неизвестному, который в телефонном разговоре представился сотрудником службы безопасности банка и предложил перечислить деньги на безопасный счет. Уважаемые граждане, не верьте подобным звонкам. Помните, что сотрудники банков никогда не звонят с предложениями перевести ваши сбережения на безопасные счета. Индексация социальных пенсий, что делать, если вас укусил клещ и сколько денег, по мнению волгоградцев, нужно для счастливой жизни. Далее в нашем эфире краткий обзор самых читаемых публикаций МТВ.онлайн. В Волгоградской области с 1 апреля проиндексировали социальные пенсии. 30 жителей региона пострадали от укусов клещей. Что нужно делать при обнаружении на теле клеща и как обезопасить себя? Рекомендации на сайте МТВ.онлайн. Депутат Госдумы Алексей Володсков предложил способ борьбы с телефонными мошенниками. 500 волгоградских предпринимателей получили поддержку с начала 2023 года. Самыми востребованными услугами Центра «Мой бизнес» стали подготовка документов для открытия компании, разработка бизнес- и маркетингового планов, оформление франшизы. Волгоградские школьники готовятся к финалу конкурса «Большие вызовы». В каких номинациях юные ученые представят свои проекты? В Волгограде началась погрузка военной техники для ретро-поезда «Воинский эшелон». По каким городам пройдет его маршрут? Известный врач перечислил болезни, которые не стоит лечить. А также в Волгоградской области 25% работников отдадут предпочтение руководителю мужчине. Заболеваемость ОРВИ в Волгоградской области снизилась на 10%. И сколько денег, по мнению волгоградцев, нужно для счастливой жизни? Об этом и не только. Читайте на сайте mtv.online. От 4 до 95 лет и самые маленькие люди серебряного возраста приходят развивать свои возможности в Дом культуры «Патриот» Кировского района Волгограда. Это настоящая кузница талантов, которым помогают профессиональные педагоги. Один из самых ярких коллективов ДК «Хорошие девчата». Дуэт с таким названием на протяжении нескольких лет радует волгоградцев своим творчеством. О репертуаре вокалисток расскажет Сергей Чаплогин. Больше вперед звучка, больше вперед выводи еще. Виктория Корнейчик и Елена Зыкова уже несколько лет приходят в ДК «Патриот». Их голоса попадают в самое сердце, заставляя его биться чаще. Вокалистки говорят, совершенству предела нет, поэтому уже 7 лет приходят на занятия к преподавателю вокала в ДК «Патриот». Придают огранку своему творчеству. Они поют, дружат, выступают на различных площадках, принимали участие в конкурсах, в разных мероприятиях. Ну и публика их очень любит. Вот они любят, любят себя, любят свою работу, любят публику. Ну девочки молодцы, это моя гордость. Дуэт Елены и Виктории называется «Хорошие девчата», но нередко они поют сольно. В репертуар в основном включают песни 60-х, наполненные, по их мнению, особым смыслом. А ты, ты летишь, и тебе дарят звезды свое нежность. В жизни Елена и Виктория работают в сферах, не связанных с музыкой, однако стараются наполнять творчеством каждую минуту, окружая им себя и близких. Их песни как ключ открывают сердца поклонников. Мы поем не только ретро, мы любим современную музыку, мы поем казачьи песни, мы поем военные песни, мы поем русские народные песни. В моем репертуаре несколько песен Людмилы Зыкиной. Их выступлений волгоградцы каждый раз ждут с большим нетерпением. На вопрос, что для них самое главное в вокале, отвечают максимально искренне, как в своих песнях. Одна женщина подошла ко мне после концерта и заплакала. Я говорю, ну как же так-то, почему плачем? Она говорит, да уж песня больно хорошая. И мы очень стараемся и каждый раз к себе придирчивы. Что-то не так, что-то не получилось, каждый раз хотим лучше и лучше быть. То есть вот работаем для людей. Когда этого требует ситуация, они сливаются в единый образ, придавая выступлением особую атмосферу. И дуэт «Хорошие девчата» и другие коллективы ДК «Патриот» активно готовятся к празднованию Дня Победы. У нас детки занимаются, которым нет еще и четырех лет. И самому старшему участнику творческого коллектива более 95 лет. Они приходят сюда с радостью, они здесь вдохновляются, они здесь отдыхают, они здесь общаются. Дуэт «Хорошие девчата» тоже тому подтверждение. Добрый город, добрый город, добрый город зажигает огни. Главная задача этих вокалисток – дарить людям тепло и радость через творчество, чего нам всем зачастую так не хватает. С этим Елена и Виктория справляются с большим успехом. Сергей Чеплыгин, Виктор Хиврин. Время новостей. Как сделать мир вокруг себя лучше? И поделились своим рецептом хорошего настроения. Об этом не только волгоградцы рассказали нашим корреспондентам. Прямо сейчас в эфире МТВ – ваши новости. В городе весна. Радуемся, ходим, с ребенком гуляем. Благоустройство началось очень такое хорошее. Парки начали, ну вообще отстроили прям все вообще. Чисто для жизни, с семьей, с детьми. То есть комфортно. Вокруг вас будет вот этот тот фильм, который вы хотите видеть. Дайте хорошую проекцию, дайте хорошие мысли. И они материализуются. Давайте делать мир лучше. У нас всегда все хорошо, можете повторять за мной. У нас все красиво, у нас все здорово. Всем любви, счастья, здоровья, мира. И исполняя всех желаний. На фоне Петербурга здесь, конечно, отличная погода. Очень красиво, солнечно. Город чувствует, вступает в весеннюю пару. В общем, все замечательно. Что создает мое настроение, это, наверное, тоже погода. Это отличный завтрак с хорошими людьми. Это отличные какие-то разговоры по душам. Пройтись, прогуляться просто там, поесть мороженого, выпить кофе. Таня, я тебя поздравляю с днем рождения и желаю тебе быть такой же, всегда веселой и испытывай только положительные эмоции. И очень хочется поздравить Евгения с днем рождения. Пусть будет все так, как ты захочешь. Я прилетел сюда в 9 утра из Москвы. У меня целый день гулять, гулять и гулять. Километров, наверное, 30 намотаю. 10 лет подряд, каждый день, каждый год я сюда приезжаю. Мне прекрасно. Отличный город. Я всегда играю одну единственную и любимую роль. Простую русскую женщину. Так говорила о своем творчестве актриса Валентина Телегина. Скорее всего, простая внешность не позволяла режиссерам доверять ей более серьезные и значительные роли. Но зрители любили ее именно такой. Непосредственной, доброй и чуткой женщиной. Смотрите сразу после выпуска новостей документальный фильм из серии «Короли эпизода» Валентина Телегина. И пока на этом все. Не забывайте посещать наши официальные страницы в социальных сетях. С подробной лентой новостей можно познакомиться на сайте mtv.online. Полная коллекция видео на rutube.ru. Не пропустите главное. Подписывайтесь на наш канал в Дзене. Встретимся в эфире уже в 17.00. Не переключайтесь. По прогнозу «Синоптика» в день пройдет без существенных осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ожидается в пределах 18-20 градусов тепла. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду.